Девушки отдыхают Нам на уроке рассказывали, что люди произошли от обезьян Вот я и жду, когда эта горилла превратится в человека Да за такое видео! Маруся говорит, что не собирается ни в кого превращаться Ей и так бананов хватает Эх, не видать ни пятерки Ой, а почему вы не в клетке? Я не простой шимпанзе, а лабораторный Работаю в институте, общаюсь с учеными Они на мне испытывают всякие новые изобретения Ого! И что они испытывают сейчас? Машину времени Пожалуй, я тебе помогу Мы полетим в прошлое И я покажу тебе, как обезьяны стали людьми Класс! Летим скорее! Она просит взять ее с собой в прошлое Говорит, в древности бананы были гораздо вкуснее Ой, гориллы такие неуклюжие Поломает что-нибудь Не поломает! Я за ней присмотрю! Ну, пожалуйста! Тогда за Марусью отвечаешь ты Веди себя прилично В лабораторию, друзья! Выставляем пункт назначения Африка 10 миллионов лет назад 10 миллионов? Это тогда еще мой прадедушка не родился? Ну, представь себе Твой прадедушка родился примерно 100 лет назад А мы отправляемся к такому далекому твоему предку Что мне, чтобы назвать его полностью Придется непрерывно говорить Пра-пра-пра-пра В течение двух дней Держитесь крепче! Мы отправляемся! Вот он, твой далекий-далекий предок Мы зовем его проконсул Привет, прадедушка! Не бойся нас! Я привез тебе из будущего фрукты Эй, это же невкусный банан из 21 века Ты разве за этим прилетела? Видишь? Проконсул-обезьяна Но не похожая на меня Древняя обезьяна А в 21 веке есть проконсулы? Есть! В музее в виде скелета Не переживай Они ведь не вымерли Просто их потомки сильно изменились Маруся не понимает Зачем обезьянам меняться Ведь в лесу Просто райская жизнь Еды вдоволь Маруся, потише Здесь же может быть опасно Я предупреждал Это саблезубый тигр Спасайтесь! Скорее летим домой! Маруся, бежим! Прадедушка, берегись! Маруся, возле тебя должна быть красная ручка ускорителя Дерни ее Эх, Маруся! Где это мы? То есть, когда это мы? Похоже, без ускорителя мы не долетели до 21 века Мы все еще в Африке Но не 10, а 4 миллиона лет назад Видишь, Маруся? В лесу жить хорошо, но ничто не вечно Прошло несколько миллионов лет В Африке стало слишком сухо И лес поредел Деревьев стало мало Что же стало с прадедушкой проконсулом? А проконсуле не беспокойся Переживать нужно о его многочисленных прапраправнуках Мы ведь попали в их время А вот и один из них Тот, кто остался в лесу Какие у него длинные руки! Да, чтобы ловко лазать, нужны длинные руки Чтобы издаль видеть вкусные плоды, зоркие глаза Чтобы постоять за себя Большие челюсти и зубы Жизнь изменилась И изменились обезьяны Но это заняло миллионы лет Так вот какой ты дедушка! Нет, это не твой дедушка Это мой дедушка А где же мой дедушка? Кажется, вот он Не шути с ним! Это потомок тех обезьян, что рискнули спуститься с деревьев И отправились жить в саванну Им пришлось это сделать, потому что леса на всех не хватало Как видишь, жизнь в новых условиях сильно изменила их Ты понял, Андрей? Одни древние обезьяны за миллионы лет превратились в людей А другие в нас, в шимпанзе А где Маруся? Смотри, малыш Жизнь в саванне научила твоего предка давать отпор хищникам У него появилось то, что не заменит ни острые зубы, ни длинные когти Разум! А нам пора домой Это мне? Бери, как знать, может и в 21 веке пригодится За такие фотки я точно получу пятерку Я, кажется, понял, почему не все обезьяны превратились в людей Некоторые из них превратились в тебя, Чарли А другие в тебя, Маруся Это и есть эволюция Верно, малыш Только происходило это очень медленно Малыш, только не эволюционируй в обратную сторону Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok